Но вначале Нижние Тиммерсианские участковые больницы вернут статус-кво. Напомню, что месяц назад здесь хотели отказаться от круглосуточного стационара в пользу Дневного, но местное население было против. В итоге оптимизацию первичного звена решено не проводить. Репортаж Эдуарда Истомина. В Нижней Тиммерсианской больнице опять пертурбация. Месяц назад здесь закрыли круглосуточный стационар. Проверки по словам главврача показали, что больные здесь не ночуют. Койки сестринского ухода решили сократить. Для нас, инвалидов, это вообще катастрофа, наверное, будет. Сельчане пожаловались губернатору и не зря. После общественного резонанса выбор, похоже, был сделан в пользу круглосуточного стационара. Ротации койк запланированных не будет. До 2 окончил. Депутатов интересовала судьба медперсонала. Ему предлагали новую работу, но в отдаленных селах. И медсестры отказались от ежедневного турне из Нижних Тиммерсиан в Арбузовку. Дело шло к увольнению. Однако ему дали задний ход. Все уведомления, которые мы выставили в адрес наших сотрудников о прекращении с ним продового товара, будут отозваны до 30-го числа этого года. Если это так, мы очень рады. Если Антон Алексеевич сдержит свои слова, у нас слезы радости. Большое спасибо тогда всем. Звонки губернатора плюс активность на сходе – это дало плоды. Помогли и районные депутаты. Один из них – Александр Сидоров. Сегодня избранник предостерег главврача от поспешных решений. Ставьте в известность депутатов. Без учета мнения населения, чтобы подобных решений не принималось раз и не начиналось в тех самых действиях. Главврач ответил, что дорабатывают по контракту до 22 февраля. Дальше неизвестность. Тем временем круглосуточный стационар продолжает работать. В нем есть один пациент. Уколы, капельницы, кровь берут. В больнице трудоустроили второго терапевта. А вот с аптекой опять неясности. Месяц назад ее заново открыли со скудным набором лекарств. Но прорваться в такой храм здоровья – большая удача для сельчан. Здесь даже нет рабочего расписания. Я сам сегодня хотел бетерин купить. Не успел на гатвине купить, но почему-то здесь закрыто. То есть или это имитация, что аптечный пункт работает, или тут Новый год ждут. По разговорам сельчан аптека работает до трех часов дня. Однако уже в половине третьего здесь никого не было. А значит, йод зеленкой людям не купить. Не говоря уже о таблетках. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск, Исцельнинск.